Продолжение следует... Экзамен, как я понимаю, там где-то через месяц у вас будет. Значит, я сегодня планирую закончить последний билет. Сейчас, ну, то есть, как я понимаю, уже можно говорить, да? Значит, смотрите, значит, что было. Значит, было, значит, вероятность вырождения... Значит, вероятность вырождения у нас Q. Значит, это корень, значит, уравнения. Так, но проблема, значит, проблема вот какая. Значит, мы выяснили... Значит, проблема какой корень. Так как есть всегда корень, значит, Q равна единице. Ну и вот мы, значит, выясняем, что Q равна единице. Это случай, значит, мат ожидания не больше единицы, а Q равная, какой там у нас был, Z0, меньше единицы. Значит, это случай... M больше единицы. Значит, или M равная плюс бесконечность. Так, так, и вот мы дошли, значит, до того, что вот в этом случае... Да, еще при чем тут... Вот дайте я выпишу, значит, при чем тут вот эта единица или не единица? Значит, значит, ситуация у нас, значит, вот какая. Значит, смотрите, значит, у нас, значит, вот какая ситуация. Фи штрих кси от единицы, это как раз вот это мат ожидания. Так, и если... Да, 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 еще, значит, еще, еще, еще. Мы выяснили, что фи выпукла, значит, выпукла на 0,1. Так, и поэтому, значит, картинка у нас была вот так. Вот такая, значит, вот эта функция, значит, тождественная. И, значит, одна картинка у нас была вот такая вот. Так, это как раз вот этот случай, когда корень, значит, будет единица. А, ну и, значит, в этом случае понятно, что другого корня нет. Так, а конкурирующий случай, ну, потенциально конкурирующий, но надо еще понять, почему он этот потенциально... Сейчас, давайте я его вот здесь где-нибудь нарисую. Значит, потенциально конкурирующий случай вот такой вот. Значит, вот это пси, значит, вот это фи, значит, от кси, значит, и вот это фи от кси. Значит, и, значит, потенциально... Потенциально конкурирующий случай вот такой. Значит, нам теперь осталось понять, почему при m больше единицы второй случай, ну, другой корень. Так, вот это нам осталось понять. Ну, так, из картинки это так кажется очевидным. Но, значит, давайте посмотрим, действительно, почему так. Ну, во-первых, понятно, что если производная в единице больше единицы, то есть только один корень, значит, один корень z0, который меньше единицы. Это-то понятно, потому что функция выпуклая, значит, вот здесь производная единица, а здесь больше единицы. Поэтому понятно, что функция около единицы, график лежит под вот этой биссектрисой. Это-то понятно. Но почему, значит, вот вопрос в чём. Значит, но почему q и есть вот этот z0? Так, вот то, что есть ещё один корень z0, и то, что он единственный, это всё из выпуклости вытекает, всё это понятно. Но это ещё не отвечает на вопрос, почему наша q будет этим корнем. Так, вот с этим надо разобраться. Значит, и здесь, значит, здесь такое рассуждение, значит, значит, здесь такое рассуждение, значит, такое, ну, такое объяснение. Значит, qn, значит, они возрастают q. Причём все вот эти qn, они меньше либо равны z0. Вот это если мы докажем. Ну, тогда получается, что q меньше либо равно z0, ну, и отсюда следует, что q в точности равно z0. Так, но теперь надо объяснить, почему, почему qn-ные так оцениваются. Значит, значит, здесь такое соображение, значит, вот давайте я напишу, значит, почему qn-ные, значит, меньше либо равны z0. Значит, это вот почему. При n равном нулю это верно. Так, теперь смотрим, значит, смотрим, значит, смотрите, у нас как получается qn плюс 1, это последующая итерация вот этого, вот этого. Так, и, значит, замечаем, что, значит, всегда получаются точки из множества, ну, вот такого, такие z, из отрезка. Что, значит, что, что φ, значит, ξ от z больше либо равно z. То есть, вот здесь, вот эта область, это там, где, значит, это φ над бисектрисой. Ну, и, получается, ну, почему так получается? Ну, потому что, вот, значит, такая, значит, у нас такая ситуация. Вот это есть qn плюс 1, так, а это больше либо равно qn, ну, это мы проверяли. Поэтому, когда мы берем эти итерации, то мы остаемся вот в этом множестве. И, значит, раз мы начали, находясь, ну, что это за множество? Это множество очень просто, это отрезочек просто вот этот. Значит, раз мы где-то здесь начали, то при этих итерациях мы не покинем это множество. Ну, и поэтому, вот, получается, что эти qn, они все остаются, значит, вот в этих пределах. Значит, смотрите, конечно, эта модель вырождения, она очень упрощенная. Значит, какие упрощения? Ну, упрощения стоят в том, что, ну, вот, так сказать, самое главное, наверное, упрощение, это то, что считается, что, значит, у всех представителей один и тот же период жизни. Это, конечно, явно не так, но на самом деле, если анализировать древнюю английскую историю, то это, хотя, ну, вроде как, не совсем верно, но удивительным образом нельзя сказать, что, вот, применительно ко всяким там вот этим знатным фамилиям, что это грубо неверно. То есть, то, что срок жизни в год, там, или секунда, или единица времени, это условно, но если у них взять какой-нибудь типичный срок жизни, то он, как можно узнать, почитав книги по истории Ангели, он не очень сильно варьируется. Там большинство этих знатных людей не очень долго жило, и их, и либо они там на поле битвы где-то гибли, либо их какие-то, значит, их, так сказать, соратники отравляли, и, в общем, у них как-то вот всё так, почему-то довольно всё похоже заканчивалось. Таких вот случаев, когда там кто-то очень долго из них прожил, такого не было. Поэтому тут нельзя сказать, что это уж в их случае большое упрощение, но в других моделях, конечно, это серьёзное упрощение. А по идее, надо было бы модель сильно усложнить, считая, что и у них срок жизни какой-то, так сказать, разный. Но это отчасти компенсируется следующим. Ну вот на что повлияет, если отказаться от этого предположения, что это единичный срок жизни. Но тогда это сильно смешает поколение. Потому что у нас в этой упрощённой модели, у нас из одной частицы получилось M, из каждой из M наследие, они исчезли, из каждой из них получилось сколько-то там, каждое своё и так далее. И у нас поэтому, это в наших вычислениях было очень существенно, так сказать, не смешивались разные поколения. Но если у разных частиц ещё разное время жизни, то это здорово смешает карты, модель сильно усложнит. Но вообще говоря, такие, такого сорта модели, ну они действительно используются в счёте. Вот, например, в пандемию, там народ вовсю развлекался, вот всякие прогнозы, так сказать, представлял, когда там она кончится, вот используя, значит, моделирование с более сложными моделями. Вот сейчас было бы даже интересно узнать, кто же из них, так сказать, оказался наиболее, так сказать, близок к правде. Ну и там, народ там, так сказать, занимался всякими такими чисто математическими моделирования, ну вот по двум вопросам, значит, вот чтобы предсказать, когда там кончится, так, но, ну кончилось, как известно, всё очень быстро, значит, 24 февраля, неожиданно для всех. Вот, а, значит, кроме того, народ развлекался тем, чтобы, значит, математическими методами вычислить, это естественная была, значит, какая-то, так сказать, вспышка, или, ну, в какой-то американской лаборатории сделали. Но это ежу было понятно, что, конечно, это сделали в американской лаборатории, только вот вопрос был, так сказать, насколько они сильно, так сказать, концы запрятали. Ну вот по поводу этого ещё сейчас до сих пор спорят. Ну, в общем, те, кому там сейчас разрешают что-то спорить, там у них сейчас, конечно, наступила такая, так сказать, эра всеобщего согласия, и спорить там особенно народ боится. Но вот какое-то ещё время назад там некоторые осмеливались высказывать предположения, ну и там тоже. Значит, и всё это делалось вот моделированием, ну, более сложных процессов. Но давайте посмотрим, значит, какие-нибудь, ну, вот два простых примера. Я не буду приводить вычисления, их там можно в книжках найти вычисления, ну, или самим сделать, они не очень сложные, эти вычисления. Вот два примера конкретных, когда что-то удается тут, так сказать, ну, получше посчитать. Значит, прим, значит, пример первый. Значит, пример первый. Значит, частица либо с вероятностью единицы минус p, значит, погибает, так, либо с вероятностью p 2 потом. Так, тогда q, это корень, значит, корень вот такого вот уравнения. так, и, значит, ответ получается вот какой. q, это, значит, единица минус p делить на p, если p больше 1 второй, так, и, значит, иначе q равняется единице. Так, значит, это первая такая самая простая модель. А следующая модель, ну, немножко посложней. Значит, обратите внимание, что ответ не зависит ни от чего, ответ у нас универсальный, но только попробуй найди в общем случае, попробуй-ка найди вот этот, ну, корень, так. Так, поэтому в примерах речь идет о том, что реально его можно как-то найти. Так, и, значит, случай, значит, второй случай такой. Значит, это вот такое вот, так называемое, геометрическое распределение. Так, значит, ну и p между нулем и единицей. Значит, p между нулем и единицей. Так, значит, здесь, как ни странно, значит, ну, уравнение получается другое, уравнение получается вот какое. Так, корень такой же. Хотя, видите, уравнение другое, но корень такой же. Значит, да, да, и какое здесь m, вот в этом примере. m здесь вот какое. p делить на единицу, минус p. значит, смотрите, что это означает. Ну, вот, если произвести какие-то подсчеты, то, значит, ну, такой качественный вывод примерно такой. Вот, значит, что означал наш вывод, что при m единица или меньше, вероятность вырождения единица. Это означает, что если среднее число потомков не больше единицы, то наверняка этот род вырождается, так? А если среднее число потомков больше единицы, то ну, не наверняка вырождается, так? но при этом важно, конечно, ну, так сказать, оценить, сколь велика вероятность вырождения, когда число потомков больше единицы. Ну, вот, сейчас, например, если взять типичные семьи, ну, сколько детей? ну, один, два, там, редко, когда три, у нас три, это уже чуть не многодетные теперь считаются, так? Значит, ну, вроде два, вроде два, это как, ну, как, много больше, чем один, да? Но, по этим формулам, ну, это тут понятно, ситуация, конечно, довольно условная у нас, как я уже говорил, она много чего не учитывает, но, тем не менее, тем не менее, получается, что, если m равно двум, то все равно вероятность вырождения высокая, а, и даже если m равно трём, то тоже вероятность вырождения довольно заметная, ну, и спрашивается, вот, сколько должно быть потомков, чтобы была, ну, высокая вероятность, так сказать, ну, сохранения рода? Оказывается, довольно много должно быть, вовсе даже не два и не три, ну, вот, там, ну, человек восемь должно быть детей, так? вот, если человек восемь, значит, в среднем, то тогда вот, это ещё, это ещё вовсе не ноль, вероятность вырождения, но она уже, в общем, ну, довольно маленькая получается, так? Значит, вот так, значит, вот такие вот, значит, выводы. Так, значит, теперь последний вопрос, значит, теперь последний вопрос, значит, не ориенет, вот, и так, Значит, последний вопрос. Да, я список вопросов тоже пришлю, потому что он по сравнению с исходным немножко трансформировался, общее количество 20 останется, но некоторые вопросы я исключу, а некоторые уточню, и чуть-чуть порядок будет переставлен в соответствии с тем, как мы обсуждали. Значит, последний вопрос такой. Значит, модель страхования Крамера Лунберга. Значит, ну это два скандинава, их по алфавиту перечисляют, но Лунберг этим занялся вопросом несколько раньше, там сто с небольшим лет назад. Тогда вот в Скандинавии, значит, как раз вот этот страховой, значит, страховой бизнес начал развиваться. Так что это довольно старая модель. Значит, это, так сказать, можно сказать, частный случай более общей модели другого скандинава с паре Андерсона. Ну я даже не буду выписывать, чтобы не было тут путаницы, но только скажу, что вот у нас были Гальтон и Ватсон, Крамер, теперь и Лунберг появился, и вот еще, значит, спарри Андерсон. Но спарри Андерсон отличается от других тем, что вот он один, вот этих, значит, этих вот подвое, значит, которые у нас были. А спарри Андерсон, его у нас часто почему-то пишут тоже через дефис, но вообще-то это был, ну, можно сказать, как мамин сибиряк примерно, так сказать. Но он сам в своих статьях писал себя без дефиса. Значит, ну, зачем ему дефис? Ну, дело в том, что он был датчанин, а датчане разбиваются на две категории. Они либо Андерсены, либо Нильсены. Значит, вот этот Андерсон, он, значит, однофамилец, значит, знаменитого сказочника, но про сказочника там тоже, у них не принято говорить просто Андерсон, там, но они говорят, там, там, Ханс Христиан Андерсон. И вот этот, у этого спарри Андерсон, у него вот это спарри, чтобы, просто чтобы отличать его от других бесчисленных датских Андерсонов, так. В принципе, некоторые его статьи подписаны просто спарри, без всякого Андерсена, так. Но я так и не смог выяснить, все-таки, так сказать, что у него главное, спарри он или Андерсон. Ну, поэтому, видимо, надо всегда и то, и другое, значит, указывать. Хотя, вот, я повторяю, он сам, это не какие-то, так сказать, невежды последующих поколений, он сам себя иногда просто как спарри обозначал. Вот, но это к слову, потому что во многих учебниках вот это, ну и даже я вот смотрел тут в некоторых курсах, которые тут прежде, значит, в прежние годы читались, там тоже рассказывалась эта более общая модель спарри Андерсена, но мы вот для упрощения рассмотрим вот эту. Значит, смотрите, значит, вот, значит, вот что происходит. Значит, есть, значит, N от T, значит, это так же, как и предыдущая совершенно конкретная задача, так. Но ее, в принципе, можно было бы считать семинарской задачей, если бы она не была уж очень, если бы она не была уж очень гагомотная, так. Поэтому вот, как бы, ну я так считаю, по определению, что лекционные задачи это такие, ну, особо тягомотные семинарские, ну, либо наоборот, какие-то очень простые примеры, так. И, значит, у нас решение будет такое, значит, сейчас мы обсудим канву решения, а некоторые вычисления, ну, я вот просто, так сказать, сообщу, какие вычисления, и мы ими не будем заниматься, потому что они еще более гнусные, чем в предыдущей задаче. Значит, вот Пуассоновский процесс, значит, интенсивности лямбда. Так. Дальше. Дана последовательность независимых, одинаково распределенных, значит, неотрицательных, случайных величин, так, которые еще и независимы, независимы вот с этим процессом. Ну, почему так можно делать, а, ну, вероятности никогда в этом не сомневались, и всегда считали, что такое возможно. Но реально, так сказать, формальное обоснование, ну, вот с помощью теоремы Калмогорова производится. Но прикладники, конечно, никогда не запаривались с такими вопросами, почему что-то существует, чего вот они, так сказать, исследуют. Теперь, значит, значит, смотрите, значит, теперь, значит, у нас фиксированные числа есть. Так. Значит, два фиксированных числа. И с ними устраивается вот какая вот штука. Устраивается вот такой вот процесс. Значит, что этот процесс моделирует? Значит, он моделирует, там, состояние, ну, скажем, актива компании страховой, у которой вначале был, ну, некий капитал, вот этот, так, в нулевой момент времени, и которая от своих клиентов получает равномерно, ну, некие страховые взносы, так. Но, значит, ради чего они платят, значит, эти клиенты страховые взносы? Они платят ради того, чтобы получать премии страховые в случае наступления страховых случаев, так, которые, ну, естественно, считаются, что они случайным образом происходят, так. И вот этот пуассоновский процесс, он, ну, он как бы моделирует наступление, значит, ну, поступление этих страховых случаев, так. А, значит, почему пуассоновский процесс? Ну, очень давно заметили, что пуассоновский процесс, вот, хорошо, такие, моделирует дискретные, всякие, значит, ну, события, типа, вот этих страховых случаев. Но не все такие случаи, потому что, вот, значит, я напомню, в чем специфика пуассоновского процесса? А, значит, там с некими вероятностями, ну, какие-то значения принимаются, и они очень быстро, ну, вероятности убывают. То есть, не исключены, так сказать, кратные, но вероятности этих кратных маленькие, а вот основное центр тяжести, ну, на нескольких. А, значит, конечно, отнюдь не все такие случайные события очень хорошо пуассоновским процессам моделируются. Ну, вот, например, скажем, когда там автомобильные аварии моделируются, то как раз зачастую, ну, там, в зависимости от точки, где они моделируются, там, ну, так сказать, не два участвуют, так сказать, там автомобили часто в аварии. Поэтому, в общем, это нельзя сказать, что вот пуассоновские процессы прям такое универсальное средство, но вот для страховых случаев как-то принято считать, что, ну, вроде подходит он. Вот, теперь, значит, что такое, значит, да, 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 вот это, вот что такое вот это, значит, это катая. Это выплата, ну, по катому страховому случаю, так, а сами случаи вот случаются случайно, как полагается случаем. Вот, теперь, значит, tau, значит, tau, это инфинум таких t, что xt меньше нуля. Ну, или можно было бы считать, что 0, ну, тут это не очень принципиально. А это значит, что, ну, это значит, что страховая компания разорилась, так. Ну, и вот, значит, вот эти модели призваны ответить на простейший вопрос, ну, какова вероятность разорения. Ну, как сами понимаете, что у всякой страховой фирмы, у них основная боль, конечно, не боязнь разорения, а у них там основное, там, получить побольше прибыль, это уже более такие, так сказать, сложные вычисления, там, ну, всяких там, так сказать, вероятностей, там, такую-то прибыль получить, там, каких-то средних там прибыли и так далее. А здесь, ну, такой первичный процесс, ну, вот они там начали бизнес, ну, им хотя бы надо понять вообще, как вообще велика ли вероятность, что они просто прогорят, так. Значит, ну, естественно, значит, тут, значит, естественно, кто, кто участники, так сказать, вычислений? Вот это С, так, ну, начальный капитал тоже, конечно, важен, но это понятно, что с чем меньшими деньгами начинаешь что-то, тем с большей вероятностью прогоришь, это и без всяких вычислений, понятно. Но, значит, также понятно, что чем больше у них плата, то тем тоже там, им лучше, но тоже, понимаете, если у них будет очень большая плата, то никто не захочет с ними иметь дело, и поэтому им, вроде как, чтобы больше клиентов было, им, конечно, интересно плату, так сказать, какую-то разумную держать, так. Ну, и еще вот у нас вот эта случайная величина, ну, они, значит, они одинаково распределенные, значит, ну, у них там какие-то характеристики есть, так. Ну, это тоже сейчас будет играть роль, значит, мы какие-то предположения сейчас сделаем про это, так. Ну, и вот задача, значит, вот это вот, ну, как-то оценить, так. Ну, вот оказывается, что, значит, давайте я еще выпишу предположение, так, вот мне всегда важно, чтобы обозначения не отошли от конспекта. Значит, смотрите, что мы будем предполагать. Значит, мы будем предполагать, да, 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 задача, значит, задача оценить, оценить, ну, ну, вот на этот раз, мы не ставим задачу прямо в точности, чтобы найти, это, как мы увидим, не очень просто, а вот оценить, оказывается, довольно неплохо, можно, вот с помощью довольно простых предположений, так. Значит, это, ну, как тоже, как сами понимаете, вероятность оценить, что за конечное время разорится, это тоже, конечно, какая-то математическая идеализация, понятно, что этой фирме там интересно, ну, разорятся ли они там за первые пять лет, например, или нет, а вовсе, так сказать, не вообще до бесконечности. Они, может быть, вовсе не предполагают, что они будут до бесконечности существовать, они, может, думают, что они вот сейчас наторгуют какой-нибудь там, значит, капитал на этом страховании, а потом какую-нибудь замену Икеа в Москве будут делать на эти деньги. Значит, смотрите, что предполагается. Значит, предполагается, что, значит, А, значит, это есть среднее, ну, вот и общее среднее, что оно положительно, конечно, это среднее, ну, тогда оно было бы ноль, они не отрицательные, а ноль оно было бы, если бы они просто все нули были бы, так. То есть, это значит, предполагается, что это, что эти случайные величины не есть ноль просто. И еще предполагается вот такое, вот такие два технических условия. Значит, эти технические условия вот такие, что С минус лямбда А больше нуля, и еще вот такая функция Пси вводится от В. Значит, это экспоненциальный момент, это мат ожидания, Е в степени В это 1. Вот, что это конечно. Так, значит, для всех В. Значит, для всех В это конечно. Ну, это означает, что эти случайные величины, ну, что у них там распределение довольно здорово убывают. Ну, например, разумеется, это верно, если эти случайные величины просто равномерно ограничены, то это, конечно, верно. Это некое техническое условие, ну и, в общем, я бы сказал, что оно малоограничительное. Так, значит, ну, конечно, бывают случаи важные, когда оно не выполнено. Ну, например, если вот эти величины, это квадраты, ну, это квадраты стандартных гауссовских, то это условие не выполнено. Оно при каких-то маленьких В выполнено, а при каких-то уже не выполнено. Так что, вот, значит, не всегда оно выполнено, но при разумных условиях выполнено. Вот, теперь, значит, то, что мы не будем проверять, а напишем, что это можно проверить, и там, ну, так сказать, детали проверки, ну, можно считать, что это семинарские задачи, но они такие довольно технические семинарские задачи. Ну, можно вот в качестве, значит, ну, давайте, значит, вот давайте я так и напишу, что можно проверить, ну, скажем, что это задачи, так, ну, вот так, или со знаком вопроса, так, значит, вот каждый для себя решит, задача это для него или нет, так. Следующее, что, значит, процесс XT имеет независимые приращения, то есть это процесс вот того сорта, который у нас был, значит, непрерывные справа траектории, так, и кроме того, значит, кроме того, верно, еще следующее, значит, давайте это я вот здесь напишу, значит, при T, при T больше S, сейчас, ну, давайте я процесс все-таки сотру уже, так, значит, при T больше S верна вот такая формула, мат ожидания, значит, ну, то есть, смотрите, значит, это, ну, на это можно смотреть, как на преобразование Лапласа, ну, вот этой разности, так, значит, смотрите, видите, значит, я напомню, чем отличается преобразование Лапласа от Фурье, у Фурье I стоит, у Лапласа нет I, ну, это вещи некие близкие друг к другу, так, значит, вот преобразование Лапласа для разумных распределений так же однозначно, как и Фурье определяет распределение. Вот здесь по каким-то причинам оказывается, что вместо Фурье или производящих функций, вот почему-то Лапласа нужно привлечь. Значит, ответ оказывается вот какой. Значит, можно вычислить явно, преобразование Лапласа этой штуки вычисляется явно. Ну так, явно, конечно, с помощью тех объектов, которые у нас уже были, вот с этой Пси, то есть это не совсем явно, конечно. Ну почему это не совсем явно? Ну потому что вот эту Пси, ну вот этот экспоненциальный момент, ну фактически Пси это тоже какой-то Лаплас, поэтому такое слово явно, условно. Эти Лапласы, так же как и Фурье, они, конечно, редко когда считаются явно, но вот как-то по традиции считается, что если вы знаете у распределения Фурье или Лапласа, то вы там все про него знаете. Так что это вполне себе такая точка зрения традиционная. Так, вот из этого вытекает тоже важная вещь, которую мы не будем проверять, значит, что процесс вот такой вот. Мартингал. Значит, относительно фильтрации, порожденной, ну вот этим нашим основным процессом. Так. Ну вот, это довольно типичный, надо сказать, пример, какие-то экспоненты, которые дают мартингалы. Это вот в этом круге вопросов почему-то довольно часто встречается. В финансовой математике это очень часто встречается. Вот какие-то такие мартингалы, которые, значит, чьи-то экспоненты. Ну, то, что это мартингал, ну, в общем, тоже техническая проверка, это тоже вот к серии этих задач, значит, это мы не будем сейчас. Ну, хотя, знаете что, давайте, давайте еще, на самом деле, мне осталось совсем немного рассказать, а время еще есть. Давайте я просто поясню, так сказать, откуда берется мартингальность. Ну, вот я сначала хотел сказать, что это задача, и в конспекте есть пояснение, но давайте еще, значит, какое-то время есть, вполне можно это и здесь пояснить. Значит, ну вот так это назовем, проверка мартингальности. Значит, проверка вот, ну, более-менее напрямую. Значит, берем, значит, условное среднее, ну, естественно, t, t больше n. Так, берем условное среднее, ну, и хотим, значит, что нужно от мартингала, чтобы это получилось м от с, так? Значит, ну, и вот, значит, к этому ведем. Значит, поскольку тут какие-то фигурируют независимые приращения, так, то это сразу некое указание, что нужно тут искусственно устроить это независимое приращение, так? Значит, вот его искусственно устраиваем. Значит, обратите внимание, в этом мартингале вот эта часть, она не случайная, так? Случайность вот здесь. А зачем нужно тогда вычитать? Зачем нужно из мартингала что-то вычитать? Так, не случайная. Но штука в том, что мы не из мартингала вычитаем, так? А мы вычитаем в экспоненте. То есть, это на самом деле означает, что мы домножаем. И это понятно, для чего делается. Это чтобы среднее, у мартингала среднее должно быть постоянно. Вот без такой нормировки, значит, среднее перестанет быть постоянным, ну, и, значит, мартингальности не будет. Экспонента закрывается, ну, вот здесь. Вот здесь. Так, значит, теперь мы как-то, значит, раз мы устроили это независимое приращение, то, значит, надо его вытащить из подусловного среднего. Значит, ну вот вытаскиваем его из подусловного среднего. Так. Поскольку, значит, вот так получается. Ну, точнее говоря, мы вытаскиваем вот эту часть. Так, вот здесь я закрыл, а здесь сюда мы, значит, а здесь мы вот это пишем. Так, тут даже еще должна быть одна скобка. Вот так. Так, значит, это мы воспользовались измеримостью пока. Так, вот, ну, теперь пользуемся то, что, значит, было сказано про независимое приращение. Значит, есть, ну, и снимаем там условное среднее, ну, и получается вот такой вот ответ. Ну, тут уже скобку можно не писать, она вокруг экспоненты. Значит, экспоненты минус V, значит, ну, и вот это вот приращение. Вот. Ну, ну, и это, значит, ну, и это, значит, складывается в M, S. Так. Значит, так что, значит, мартингальность, ну, вот, мартингальность, значит, из таких выкладок следует. Так, и теперь, значит, теперь последняя, значит, последняя страница конспекта, значит, она, значит, вот как раз про оценку. Так, а здесь нам, ну, вот у нас была теорема про момент остановки, про ограниченный момент остановки. И у нас она была доказана в дискретном варианте. Ну, а здесь, здесь в непрерывном времени. Но вообще-то надо сказать, что эта модель вполне себе состоятельна и в дискретном времени. И если ее обсуждать в дискретном времени, то у нас вот даже, значит, теорема о моменте остановки даже и доказана была. Но сейчас мы, сейчас мы, так сказать, тут по традиции берется время непрерывное, у нас тоже, и поэтому мы воспользуемся лишь формулировкой, которая была дана про моменты остановки. Значит, у нас доказательство было для дискретного времени, а формулировка в общем случае. И, значит, факт такой. Для всякого t большего нуля, вот если обрезать по уровню вот это tau, обрезать по уровню t, то это ограниченный момент момент остановки. Значит, из этого следует, значит, из этого следует вот что, что мат ожидания, ну я напомню, что мы там подставляли, значит, смотрите, там, ситуация такая, у Мартингала мат ожидания постоянно, так, значит, поэтому если вы знаете в момент 0, то оно такое же и будет. Но это в том, но это когда честный Мартингал, когда вы в него подставляете просто время обычное, не случайное. Но если вы начинаете всякие финты, начинаете Мартингал останавливать в не случайное время, то ситуация может, конечно, поменяться, но у нас, значит, был такой факт, что если момент остановки ограниченный, то мат ожидания все равно будет такой же удивительным образом, так, и ответ получается вот такой, значит, мы вот этот Мартингал остановили вот в этот момент времени, так, значит, смотрите, я напомню, что у нас был простой пример, что если Мартингал в абы какой момент времени останавливать, даже таки и момент остановки, то может, ну, там, что угодно получится, но, но вот при ограниченности, ну, или там еще у нас другое было техническое условие, то, значит, все будет окей, значит, теперь смотрите, значит, а это мы оцениваем вот через что, значит, заменяем, значит, заменяем, ну, вот сюда подставляем вот такую вот случайную величину, так, значит, это будет, значит, это будет мат ожидания, значит, вот от чего уже этот Мартингал в интересующий нас момент времени Тау, ну, и вот на, значит, по-прежнему вот на это, так, теперь сюда вписываем выражение для М, это, ну, вот это будет длиннющая экспонента, вот, 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 так, и это можно оценить вот через что, значит, вот это последнее оценивается вот через что, ну, значит, это, значит, это, это из-за чего? Ну, это из-за того, что, значит, из-за непрерывности значит, из-за непрерывности справа, ну, в принципе, тут можно было бы, конечно, вместо брать момента меньше нуля, можно было бы, конечно, брать момент меньше, либо равна нуля, и считать, что разорение произошло уже в момент достижения нуля, но это, в общем, не очень принципиально, вот, как-то чаще вот так, делают, значит, значит, смотрите, значит, вот такая странная выкладка, так, но что же из нее проистекает, значит, из нее проистекает следующее, ну вот, собственно, это следующее и будет источником основного анализа, значит, вероятность, значит, вот эта вот вероятность оценивается вот так, ну вот, на этом, значит, на этом, как бы, вероятностная часть кончается, так, а начинается матанализ, значит, вот все эти махинации с моментом остановки, значит, вот, с обрезанием по уровню Т, были исключительно для этой оценки, то есть, значит, смотрите, получился некий, ну, уже такой довольно осмысленный ответ, так, уже, ну, в каком-то, ну, это не точная равенство, конечно, но осмысленная оценка получилась, значит, смотрите, вот, теперь все предыдущее можно убрать, и, значит, проанализируем, уже, ну, собственно, на этом, значит, вероятность на часть закончена, так, и осталось вот упражнение, значит, по матанализу, последний шаг был, ну, вот отсюда, сейчас, где-то, сейчас, какая у меня была, я уже что-то стер, значит, последняя, значит, какая у меня была тут последняя выкладка, значит, а, вот она, вот она, вот она, эта последняя выкладка, вот отсюда, значит, вот отсюда, Вот, значит, вот это больше либо равно, так? Значит, смотрите, с чего началось? Значит, кто стоял слева? Тут была длинная-длинная выкладка, я вот часть ее истребил. Но слева стояла как раз вот эта штука, так? И вот эта штука оказалась, что она больше либо равно, чем вот эта. Так? Ну, а теперь, ну вот отсюда мы получаем вот такую оценку, так? Значит, ну давайте посмотрим, значит, смотрите, вот к этому мы пришли, так? Значит, вот к этому мы пришли. Значит, что это такое? Значит, это интеграл вот по этому множеству, так? Значит, вот этот интеграл по этому множеству от чего-то, так? И оказалось, что этот интеграл, ну, больше либо равен, ну, наоборот, этот интеграл, значит, меньше либо равен, чем нечто, так? Ну, чем вот это. Значит, вот интеграл по этому множеству от чего-то, так? Оказался меньше либо равен, чем это, так? Но теперь мы это, вот эту функцию, которую мы по этому множеству интегрируем, так? Ну, мы ее оцениваем, ну, вот таким способом. Ну, и получается, что вот эта вероятность, ну, что эта вероятность оценивается вот через произведение, так? Значит, смотрите, вот это больше либо равно, чем мера множества, так, на инфинум функции, так? Ну, понятно, да, что интеграл по множеству оценивается, ну, снизу, он больше либо равен, чем мера множества, на инфинум этой функции. Ну, вот мы таким способом получаем такую оценку, так? Значит, смотрите, здесь уже все, значит, никаких, значит, видите, никаких больших характеристик нет. Теперь нам нужно понять, вот что с этим делать. Значит, смотрите, некая, значит, некая оценка уже есть, так? Вот, вот она. Значит, значит, но в этой оценке В степень свободы, так? Видите, значит, у нас, значит, смотрите, эта штука, это то, что нас интересует. Тут никаких В нет, так? Значит, здесь есть вот эта константа, так? А, и здесь есть, значит, кто, да, кто еще здесь есть? Значит, здесь есть Т, и здесь есть В, так? А, и вот мы можем, ну, значит, значит, ну, давайте посмотрим. Значит, давайте посмотрим, а, да, я еще, значит, вот давайте так напишем. Значит, если, если вот это больше нуля, то когда будет максимум? То максимум будет при, значит, С равном Т. Значит, смотрите, значит, ну, если это 0, то просто, ну, ответ 1, так? Значит, если это больше, то когда максимум будет? Ну, естественно, вот нужно брать, значит, в конце, да? Ну, и тогда, значит, смотрите, значит, что получится. Значит, есть, ну, вот интересный случай, когда Ж от В меньше нуля, то максимум, значит, максимум, ну, меньше либо равно, конечно, то максимум равен единице, и он при С равном нулю. Так? А, поэтому, поэтому, значит, нам, значит, ну, вот это давайте я сейчас уберу, и давайте посмотрим, что это все означает. Значит, обратите внимание, пока что это, значит, ну, вот Т и В, они пока в наших руках, так? И, значит, вот смотрите, предположим, предположим, что мы можем брать В, для которых это меньше либо равно нулю, так? Вот, ну, ну, как бы наша цель, чтобы вот это стало поменьше. Тут мы считаем, что мы заинтересованы, чтобы вероятность, значит, ну, вот это стало поменьше, значит, вот мы хотим, значит, это сделать поменьше. Так? А, значит, тут, тут два, тут два конкурирующих множителя, так? А вот этот, он становится меньше, ну, чем, ну, в общем, если вы отрицательны, то чем, ну, так сказать, сейчас, я нехорошо написал. Сейчас, 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 я нехорошо написал. Не В отрицательны, если вот это, если же от В отрицательны, если же от В отрицательны, так, то тут получается, ну, не больше границы, так? И тогда, ну, нам, вот, чтобы это сделать поменьше, нам хотелось бы, чтобы В было побольше, так? И тогда это здорово бывает. Но, мы не можем так, так дешево отделаться, потому что, если мы делаем В большим, то здесь-то, конечно, становится маленькое все, но зато здесь этот максимум может быть здоровым, так? Так, и поэтому нам бы, нам бы, нам бы здорово было бы сделать так, чтобы вот это было, ну, там, ноль или меньше нуля, а В было побольше, вот, значит, вот, вот, вот нам, что было бы, хорошо было бы сделать, так? Ну, давайте, давайте я напомню, кто такой В. Ну, собственно, вот давайте наша цель. Значит, цель, цель взять В больше нуля побольше, побольше, ну, так, чтобы G от В было бы, вот, вот такая цель. Потому что, если мы уйдем, значит, в значение, где это станет положительным, то у нас возникнет, ну, у нас возникнет плохое соревнование, потому что, значит, смотрите, тогда получится, что здесь будет стоять Е в степени Т, G от В, так? Ну, вот, представьте себе, что мы не паримся, какой знак, так? А берем просто, ну, хотим В побольше. Вот увидели экспоненту, о, вот она здорово бывает, ну, давайте возьмем там В фантастически большим. Но тогда мы, раз смотрим, вышли сюда, в этой части, тогда мы, эта функция, это растет, значит, мы вышли в положительные значения, так? Когда в положительные значения, то где достигся максимум? В Т, так? Ну, и получится, что Т-то у нас здоровое, так? Мы ведь пока все у нас все обрезали по уровню Т, а Т здоровое, и, ну, и окажется, что, значит, тут тоже, ну, тут какая-то здоровая величина стоит, и как она связана вот с этой маленькой, ну, непонятно. Вот, поэтому мы выбираем такую стратегию. Мы берем, мы берем, все-таки держимся тех значений В, где это меньше либо равняется нуля, так? Но из них берем уж побольше, так? Ну, давайте я напишу, что это за функция-то, еще раз. Тут полезно, значит, вспомнить, что это за функция, она тут у меня была выписана. Но это довольно грустного вида функции, это вообще-то. Значит, так сказать, попробуй-ка ее сосчитай. Вот она, эта функция, так? А сама Пси от В, это еще и вот эта вот штука, так? Значит, ну и вот в такой области мы действуем. Значит, давайте посмотрим, значит, что здесь происходит. Значит, значит, смотрите, вот эта функция идет в бесконечность, потому что у нас В1, точнее В1, а это 1, это не 0 и не отрицательное, так? Поэтому, когда В рвет в бесконечность, вот это и... Сейчас только, я тут пропустил, пропустил знак экспоненты. Значит, экспонент рвет в бесконечность, мат ожидания рвет в бесконечность. Поэтому вот эта функция Пси от В, она на бесконечности здорово растет, так? Значит, она здорово растет, ну и так видно, что она растет лучше, чем... Ну, из нее, правда, компенсация линейная вычитается, но видно, что она лучше растет, чем линейная, и поэтому вот эта функция Ж от В, она рвет в бесконечность. Поэтому гарантированно, что когда мы берем большое В, мы точно вылезем здесь за положительные значения, так? Поэтому нам нужно, ну, как-то, так сказать, умерить пыл и далеко с этим В не забираться. Значит, давайте посмотрим, что у нас, что мы можем сказать хорошего про это В. Значит, ну, раз мы функцию на отрезке исследуем, так, то, значит, стандартные, значит, манипуляции какие? Смотрим, значение в нуле, так, значение в нуле ноль, так, значит, это уже хорошо, так. Значит, ну, это всегда хорошо, когда что-то с нуля начинается, так. Теперь, какая производная? Значит, ну, считаем первую производную. Ну, вот я сосчитал, значит, у меня получилась вот такая производная. Ну, кажется, и, по-моему, даже это правильно. Так, значит, первая производная получилась вот такая. А, значит, а какая получилась вторая производная? Значит, вторая производная получилась вот какая Так Ну, теперь смотрим на эту функцию Ну и смотрим, значит, кто вторая производная Так, давайте смотреть Значит, дифференцируем Ну, вот эту функцию ПВ Значит, два раза Значит, когда первый раз продифференцируем То это один спустится вниз, так А потом второй раз ПВ продифференцируем Ну, еще одну придет, это один И получится вот так Что? Мы хотим посмотреть, как ведет себя эта функция G от V Так Ну, из этого получится оптимально выбрать V Мы хотим V выбрать Ну, мы из этого анализа вообще посмотрим Это наша стратегия, она вообще разумна или нет Потому что, понимаете, это же мы пока просто избрали себе некую стратегию Так Тут не то, что мы, видите, тут явно ничего вычислить нельзя Так Ну, вот мы, так сказать, так вот, как бы на пальцах прикинули, что хорошо бы вот так сделать Так Значит, ну и смотрим, как ведет себя эта функция Значит, и смотрите, что замечательно Значит, замечательно то, что эта функция выпуклая Видите? Значит, у нее Значит, у нее вторая производная положительная Так А почему можно под знаком интеграл дифференцировать? Ну, потому что у нас вот эта экспонента При всех V интегрируема Так И поэтому здесь есть интегрируемые мажоранты Вот эта теорема Лебега, которая говорит, что интеграл можно по параметру Ну, кто тут параметр? Параметр V Когда можно дифференцировать интеграл по параметру? Ну, когда то, что под интегралом дифференцируется И когда ответ имеет интегрируемую мажоранту А кто здесь интегрируемый мажорант у этого? Ну, когда мы в окрестности какой-то точки v. Ну, нужно v увеличить, нужно просто v увеличить, и заметить, что квадрат оценивается экспонентой. Так что, мажорантой будет, ну, вот, так сказать, подходящая, с константой будет просто экспонент с большим v. Так, если взять v, там, к v прибавить единицу, то, вот, там, и коэффициент взять, то, вот, получится мажоранта. Значит, смотрите, значит, вот, что у нас получилось. Так, значит, вот давайте это я где-то здесь попробую нарисовать. Значит, у нас получилась вот такая вот вещь. Значит, в нуле 0, так, значит, в нуле 0, а и функция выпуклая, так. Вот почему такое поведение, так. Вот давайте посмотрим, почему такое поведение, видите. Вот так, как я нарисовал, получается, что действительно есть положительные v, при которых наша стратегия работает, видите. Вот мы хотели положительное v, а там, где g от v, не отрицательно. Вот, если такая картинка, то все окей. Ну, а почему картинка такая? Так, значит, смотрите, что мы выяснили. Мы выяснили, что функция выпукла, так. А, ну, и в нуле 0, так. Нет, но вы скажете, ну а с какой стати? Вот функция x квадрат, она тоже выпукла, в нуле тоже 0, но она вовсе не так себя ведет, так. Что-что? Не, погоди, c нам выдали, c мы не можем менять. Да, нужно посмотреть производную, ну вот давайте, чтобы далеко не отходить, давайте я напишу производную в нуле. Значит, смотрите, что получается. Какая производная в нуле? Производная в нуле получается лямбда на psi штрих от нуля минус c, так. А кто такой psi штрих? А, значит, psi штрих, psi штрих в нуле, так. Пси штрих в нуле, это как раз мат ожидания вот этого. О, видите? Вот это важно. И это меньше нуля. Поэтому картинка именно вот такая. Видите? Да, 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 это у нас, да, это у нас тут условие, вот я его стер тут, но оно тут было условие, вот ради этого это все было выбрано. Так, ну и какой вывод? Значит, вывод, значит, вывод есть единственный корень, ну, единственный положительный корень, значит, вот этого вот, значит, уравнения. Ну, 0 тоже корень, но вот положительный единственный. То есть функция ведет себя вот так. Значит, за V0 опасно соваться. Почему? Потому что тогда начинается вот это, значит, рост вот этого, так. Вообще говоря, мы же не знаем, кто там другие параметры, как они между собой связаны, так. Вообще теоретически не исключено, что мы можем куда-то отправиться за V0, и там тоже еще какая-то будет оценка, так. Но как-то вот принято останавливаться в этом месте, и говорить, вот, чего-то получили, ну и слава богу, так. Ну и давайте я напишу, значит, итог. Значит, итог такой. Значит, итог получается, значит, итог такой. Значит, теорема. Значит, оценка вот такая вот. Вероятность того, что это, значит, меньше плюс бесконечности, оценивается через E в степени минус V0, это 0. Где, значит, V0, единственный положительный корень, значит, уравнение G от V равняется 0. Значит, таким образом желаемая оценка вот она, так. Но вы спрашиваете, какой толк от этой оценки, если мы не знаем, ну, какой это корень, так. А вот тут оценка, она очень простая. И она говорит, что если бы вы знали вот этот корень, то оценка суперская. Она говорит, что вы немного увеличиваете капитал, и вероятность разорения фундаментально убывает. Вот был у вас какой-то капитал, так. Вы его в несколько раз увеличили, ну, пусть он там был какой-то не очень большой, вы его в несколько раз увеличили, а вероятность, ну, фантастически убыла после этого разорения. Так, но это всё здорово, пока вы не знаете, кто такой V0. Ну, вернее, наоборот, если вы знаете V0, а если вы не знаете, то, ну, вдруг V0 очень близко к нулю, так. Ну, и тогда, ну, какой толк от такой оценки. Значит, поэтому, значит, поэтому тут можно руководствоваться вот таким соображением. Оно менее точное, но, значит, вот какое. Значит, можно ухудшить оценку, значит, можно чуть ухудшить оценку и взять вместо V0 точку V1, ну, которая меньше V0, где минимум ну, вот этой функции G от V. Значит, чем чем это лучше? Значит, смотрите, это ну, это вот чем лучше. Ну, то есть, вот эту точку. Видите? Эта точка по нашей стратегии тоже неплоха. Она положительная, так, и в ней ну, G отрицательная, так. Она не оптимальная, так, но зато чем она, значит, так сказать, может быть проще? Она может быть проще вот чем. А, значит, вот, G штрих от V. Значит, G штрих от V1 равняется нулю, так. Это значит, что у вас лямбда на Пси штрих от V1 равняется С. Так. Вот. значит, значит, смотрите, что это значит. Ну, вот, если вспомнить, кто такой Пси, значит, смотрите, что получается. Значит, получается так. Значит, значит, производная, значит, смотрите, кто такая производная, значит, этой функции в точке V1. Значит, это вот что такое. Это, значит, это 1 на E в степени V1 это 1 и вот это должно быть равно С делить на лямбда. так. Ну, тоже уравнение, так, конечно, тоже уравнение, но там, ну, в каких-то случаях вы можете что-то сказать, это может быть чуть проще. Ну, вот, пример. Значит, ну, вот, давайте такой пример рассмотрим. давайте рассмотрим такой пример, когда чего-то можно вычислить, значит, пример. пусть, значит, так, ну, вот, пример, и я кончаю. Значит, пусть вот эта одна вторая, так, тогда смотрите, что получится, ну, что получится с Пси от В. С Пси от В получится вот такая вещь, так, а и Пси штрих Пси штрих от В это Е в степени В пополам, так, то есть точка минимума точка минимума вот эта В1 она совершенно явно высчитывается, это будет 2С делить на лямбда, видите, вот, видите, и тогда, вот тогда в этом примере, ну, получается какая-то осязаемая оценка, видите, тогда у вас видно, что, ну, вот, кстати, видно, зачем нужно было просить, что это больше нуля, так, ну, что это больше, что это больше единицы, ну, чтобы, ну, чтобы это получился не ноль, так, ну, ну, и видно, что, если, ну, тут как-то более-менее все видно, кто тут за что ответственный, значит, получается, что, видите, эта интенсивность, так, вот этих происшествий, она разумным образом связана с тем, какую вы берете, ну, так сказать, там, месячную плату, так, вот, получается, получается так, что, что, если у вас, что вы, если вы знаете примерно интенсивность, так, то месячную плату нужно брать, ну, там, условно говоря, ну, в четверо больше этой интенсивности, так, и тогда у вас получится какая-то разумная оценка, а вот если у вас месячная плата будет примерно как полуинтенсивности, ну, дело плохо, у вас, вы ничего не можете сказать, какая-то вероятность, она сильно оторвалась от нуля, или вообще она там у вас почти единица будет, вот, так, все, значит, на этом, на этом все, значит, окончательный конспект и, значит, отредактированную программу, я в ближайшие самые дни пришлю, ну, вот, куда я присылал, там вроде человек рассылает, так, значит, туда, если вдруг что-то вовремя не дойдет, то напишите мне, там, ну, мало ли, там, ну, там, до него не дошло, или он не разослал, или я вообще не выслал, так, значит, вот, так, так, что все, значит, на этом тогда остановимся.